Хэй-хэй, народ, сэд здесь. Устали от вдыхания свежего воздуха и наслаждения солнечным светом? Страдаете агорафобией и ненавидите открытые пространства? Тогда почему бы не отправиться в путешествие по Андеррейлу? Так же, как у своего предшественника Андертейл, действия игры происходят под землей, где человечество находится в постоянной борьбе за выживание после того, как поверхность была разбомблена крупными мегакорпорациями Старого Света до состояния радиоактивного пепла. Встретись с местными, которые неуравновешены, нестабильны или просто асоциальны. Встретись с дружелюбной фауной, которая состоит, но не ограничивается, холодильниками, которые больше не хранят еду. Вместо этого они используются гигантскими ракообразными, притаившихся в ожидании. Жуков, у которых теперь лобовая кора мозга больше человеческой, которую они используют, чтобы зажарить вас заживо. И пещерные ползуны, которые прячутся на потолке и накачивают ваши мышцы паралитическим ядом. Дабы они могли спуститься и высосать твои внутренности, как из мухи. Если это уже не звучит как весёлое времяпрепровождение, то почему бы тебе не слинять в город? Один из последних оставшихся бастионов человеческой цивилизации. И это ещё не всё. Мы можем похвастаться одним из самых высоких средних чисел убийств на одного человека в истории. Тебя гарантированно подстрелят, ограбят, или накачают в течение первых 24 часов, или мы вернём ваши деньги. Так что торопитесь. Подпишитесь сейчас и подвергнитесь унижению, как трубочист, коим вы и являетесь в лучшем антиутопическом кошмаре на сегодняшнем рынке. Under Rail — это симулятор подземной пещерной рыбалки с элементами серфинга на гидроциклах. Она вышла в конце 2015 года, и это, вероятно, ближайший духовный наследник для Fallout 1 и Fallout 2. Это пошаговая CRPG, разработанная сербами. И как и всё, что вышло из бывшей Югославии, она абсолютно брутальна, беспощадна и просто изумительна. Так почему я рассказываю о ней сейчас? Потому что недавно к ней вышло расширение Under Rail Expedition. Стик щедро наградил меня копией, так что я подумал, эй, сколько это вообще займёт времени? Ха-ха. Неделю и 60 часов спустя я закончил её. Ни главный сюжет, ни главная история, только расширение. Эта игра огромная, давайте начнём. История. Ты играешь за какое-то чмо без выдающихся связей прошлого. Однако, недавно тебя приняли гражданином в Саус-Гейт-Стейшн, одно из цивилизованнейших мест в этом мире. Теперь на твои плечи упала забота о том, чтобы у твоего нового дома было будущее, и вот всё. Нет великих бед, нет великих катастроф. Мы уже живём в катастрофе, но мы стараемся выжить максимум из неё. Удачи снаружи, она тебе понадобится. Геймплей. Выживание — твоя главная цель. Квесты и миссии позволяют заработать деньжат, но они всегда второстепенны перед сохранением собственной шкуры. Перед тем, как начать, тебе нужно создать персонажа, выбрать аватара, затем нужно сделать сложный выбор между необычным видом испытания и классическим. Эксперты разделяются во мнениях, так что я помогу сделать твой выбор. В классическом испытании ты получаешь опыт за совершённые убийства, и ты будешь совершать очень много убийств. В необычном испытании всё не так. Ты получаешь опыт от ныряния в помойке, от нахождения старой жвачки и от разглядывания магазинных чеков. Объективно, необычное испытание намного более реалистично, так как пробираясь сквозь бочки с мусором и воруя медную проволоку, на самом деле похоже на повседневный гринт реальных наркоманов. Это опыт. И после того, как ты испытал его однажды, ты больше никогда не захочешь испытывать это опять. И не трогай сложность. Далее. У тебя есть скиллы, перки и атрибуты. Они все довольно интересны, но объяснять я, конечно же, не буду. Ты не можешь быть хорош во всём. И когда логика и смысл подводят, единственный ответ, который ты можешь дать — экстремальное насилие. Эта игра нифига не собирается с тобой шутить. Если твой билд сосёт, тебя ожидает скверное времяпрепровождение. Поэтому я настоятельно рекомендую взять один из моих билдов. Или билды, которые я украл с форумов. Неважно, какой ты выберешь, они все довольно хороши. Боёвка — довольно обширная сторона игры. Всё пошаговое, так что тебе придётся свои действия просчитывать. Ведь чаще всего ты в неудобной позиции, в меньшинстве и с худшим оружием. Но, в отличие от твоих врагов, ты в состоянии думать самостоятельно. И несмотря на все трудности, ты полностью в состоянии справиться почти с каждой ситуацией. Так что приходи подготовленным и проживёшь долгую жизнь. Ушки, оружие ближнего боя, ловушки, гранаты, самопальные тазеры и арбалеты — это только часть инструментов, доступных тебе. И если это звучит как-то по-гейски, ты можешь просто голыми руками делать отбивные из всего, что встретишь. Мало того, твой персонаж также имеет потенциал, чтобы обуздать псионическую энергию. А это ещё что, спросишь ты? Это, кстати, очень недавняя мутация, позволяющая людям и другой фауне использовать магию и позволяет тебе готовить людей заживо, поджаривать им мозги или душить их собственной тенью. Почему? Я не знаю. Потому что Андер Рейл происходит во вселенной Гарри Поттера, но вместо волшебных палочек у тебя есть импланты, которые ты вживляешь себе в мозг, так что ты можешь надругаться над маглами с помощью своей магии. Спасибо, Джейки Роулинг. Конечно, мы не можем говорить о боёвке, не упомянув крафтинг. В большинстве игр крафт полностью опционален, а в Андер Рейл крафтинг — это разница между жизнью и смертью. Например, автомат, как вы, наверное, знаете, довольно болезнен. Даже единственная очередь в упор может отправить тебя в отключку. Так что же нам делать? Мы делаем тактическую разгрузку и пихаем в неё несколько кевларовых плит. Хорошая работа. Теперь мы вообще-то не умираем мгновенно, так что враг вместо этого бросает гранату и разрывает твои внутренние органы в клочья. Ты мёртв. Твои деньги теперь будут использоваться на улицах для покупки обоих видов крафта. Крафтовые камни и крафтовые куртизанки. Как нам это предотвратить? Найдя себе щит. Не римский или типа того, а энергетический. Тот, что поддерживает широкий диапазон частот, в которой вбухана куча денег. Скорость ударной волны гранаты экстремально высокая. Так что мы строим высокочастотный щит. Пули не оставляют ни царапины. Гранаты — лёгкий бриз. А кувалда? Да, это всё ещё плохо для твоего позвоночника. И ещё твой щит не остановит ни черта, так что ты всё равно умираешь. И твоё тело принимает участие на свободном рынке. Перезагружайся и пробуй снова, ты уже улавливаешь суть. Боёвка Вандерейл — это огромная игра в камень, ножницы, ружьё. Которые заодно дали игре довольно плохие отзывы, потому что они не очень хороши в своей работе. Если мы продвинемся немного дальше, вот небольшая часть того, что мы можем делать. Ловушки невероятно летальны, так что мой нынешний персонаж часто нарушает положение Женевской конвенции. Тем, что наимпровизировал химических бомб, которые переваривают и растворяют человеческую кожу. Поскольку он хорош в химии, он может напичкать гранаты гексогеном, что может истребить целые комнаты. Для того, что не умерло моментально, мы испепеляем комнату с помощью магния. Магния горит жарче, чем бензин, наполняя комнату вопящими обугленными телами. И как дополнительный бонус, горит даже под водой. Система крафта настолько, блин, хороша, что даже вдохновила меня начать крафтить в реальной жизни. Сейчас, пока это звучит как начало большого манифеста, игра на самом деле невероятно веселая. Количество креативности и возможностей делает каждое прохождение очень занимательным. Уходя от боевки, здесь нет такой вещи, как квестовый указатель, только направление. Так что тебе придется учиться и ориентироваться в подземке самостоятельно. Это непростая задача, и здесь очень легко потеряться. Именно по этой причине Стик сделал карту мира, чтобы помочь тебе ориентироваться самостоятельно. Очень удобно. Как бы странно это ни звучало, нет никаких причин, чтобы что-то здесь исследовать. Места, где ты должен быть, места, где ты хочешь быть, легко найти. Любые места, кроме привычных вам путей, это то, где вы не захотите оказаться. Вот пример. Тут ничего нет, как минимум ничего хорошего. Всего лишь много боли, много яда и много антидота, которые ты сожрешь, проходя все это без какой-либо награды. Пещеры — это просто пещеры. А чего ты еще ожидал? Подводя итог, пещеры сосут. Не ходи туда. А еще они сильно напоминают мне мою собственную квартиру. Потолок недавно обвалился из-за затопления. Они ее починили? Нет. Они запихали туда ват, и все притворяются, будто бы у нас нет проблемы. Но ночи мы что-то слышим. Я это слышу. Наверху шкрябают и грызут трубы. У нас тут Хоббит, живущий на чердаке. И он очень голоден. Это не мольба о помощи. Я просто хотел объяснить свою жизненную ситуацию. В любом случае, я просто оставлю несколько куриных костей, обычно он остается доволен. В игре не очень много квестов, но большинство из них довольно-таки продолжительные. И обычно есть множество путей решения этих квестов. Например, есть один квест, где тебе предстоит расследовать серийное убийство в городе. После обсчета всех возможностей существует пять разных путей их решения. В одном из них ты можешь обнаружить тела, скачать документы серийного убийцы, как доказательство его вины, и предъявить все это властям. А остальные четыре пути включают возможность того, что ты будешь вести себя как далкоп, и дашь серийному убийце тебя накачать. Они разденут тебя и заберут все пожитки, столкнут вниз по винтовой лестнице, голым и беззащитным в их бункер для убийств. Если будешь медлить, они спустятся и порубят тебя на куски. Если нет, можешь поднять светошумовую, оглушить их и проползти в вентиляционную систему. Оказавшись внутри, можешь легко взломать замок на их оружейный и пристрелить убийц. Или собрать все оружие для самозащиты, разомкнуть цепь электрощитка и поджарить их электричеством. Или хакнуть систему безопасности бункера, чтобы пристрелить их удаленно. И это только маленький опциональный сайт-квест. Другая квестовая цепочка поведет вас заведениями какого-то торчка в баре. Помоги ему, и ты узнаешь, что он не просто случайный торчок. Он вообще-то невероятно мощная сущность, которая может перемещаться сквозь дыры в реальности. И он использует эту невероятную силу, чтобы воровать галлюциногенные грибы у общественности. Хотя иногда его видения неточные, и он склонен к разного рода промахам. Что включает в себя забыть о мутантах, которых он запер в своей кухне перед тем, как вмазаться, забыть о котах, которых он перегрузил в своем убежище, и забыть о безопасности и здоровье хождения сквозь порталы, когда он переместил вас обоев в какую-то славянскую военную базу посреди неизвестности. Он замечательный парень или, мне стоит сказать, крутой чувак. У игры восхитительный квестовый дизайн. Если тебе хочется еще доказательств, есть другой квест, в котором тебя попросят выследить и убить некоторого гигантского дикаря, живущего среди крыс. В самопровозглашенный крысиный король. Добравшись туда, если харизмы достаточно, король может предложить альтернативу. Видите ли, у короля крыс нет королевы. Так что ты можешь пойти и похитить жену какого-нибудь парня. Зачем, я не знаю, но это не важно. Важно то, что ты можешь обеспечить поехавшего пещерного человека материалом для размножения и разрушить жизнь какой-либо женщины, чтобы посмотреть, что же произойдет. Диалоги также очень хорошо написаны и не затягиваются. Музыка и атмосфера абсолютно идеальны. Где бы ты ни был, ты чувствуешь ее. Где бы ты ни был, ты погружен в нее. Как будто бы я действительно внутри подземного гетто, где все либо торчат по самой шаре, отвариваясь с бочки, либо смотрят кровавый спорт в реальном времени по телеку. Under Rail — это игра не для одноразового прохождения. Я не продался. Я просто хочу оправдать мои 200 часов задротства. Дополнение? Так что там с дополнением? Дополнение само по себе — это новый контент, к которому у тебя появляется доступ к середине игры, как только ты доберешься к Core City. Себя берут на работу как наемника по контракту, чтобы защищать и помогать экспедиции в регионах, куда никто не осмеливался отправиться. Черное море? Что там? Смерть, руины, пираты и даже хуже. По какой-то причине, ваше прибытие реально вывело из себя аборигенов. И да, я поведаю тебе, что их очень уж много. Их так много, что это лишь вопрос времени, прежде чем они окружат тебя. Я не пытаюсь давить. Экспедиция была обречена с самого начала. У тебя также есть крутой джетбайк. И бои на джетбайках, где ты сбрасываешь ребят из пиратской шайки с их джетов поплавать за борт. И смотришь, как их тянет в бездну. В Under Rail никто не знает, как плавать, и тут много дизайнов скутера. Ты можешь купить что угодно от Блейза для бумеров, шарк со встроенной торпедной системой до маленького военно-морского танка Девастейтер, который говорит сам за себя и соответствует своему названию. Плавать на джетах — главный способ передвижения в экспедиции. И есть пару запоминающихся локаций. Старые фабрики, заполненные неисправным и жуткой мерзостью, и племенное кладбище, где ты можешь потратить полчаса, вытаскивая тела из болотного сока. Диалоги в дополнение также великолепны. Ты можешь потратить полчаса, расшифровывая язык аборигенов, и споря о философии со стариком. В целом, дополнение потрясающее. Но я ни разу не упомянул, почему ты здесь, что ты конкретно ищешь, и, что более важно, почему никто тебе не сказал. На эти вопросы ты найдешь ответы самостоятельно, и как только ты найдешь то, что искал, тебе стоит задать себе вопрос. Мне стоит это оживлять, или оно похоронено не просто так? Так. Критика? Обычно у меня есть пара плохих вещей, чтобы упомянуть, но знаешь что? Мне это уже не важно, потому что дополнение сломало меня. Так что если мой голос выдал хотя бы намек на эмоцию, это потому что я не могу больше вынести существование. А когда человек начинает задавать вопросы обо всем, тебе, возможно, не понравятся ответы, которые ты найдешь. Финальная оценка. Я пришел ради постоколептической CRPG. Вместо этого я получил исследование человеческой природы, тебя, меня и всего нашего вида. Что движет нами, и что более важно, куда наш вид устремится, если мы не будем осторожны. Еще да, ситская философия. Это великолепная игра, это трудная игра, и она не для всех. Но если у тебя есть время и терпение, это очень трансцендентальный опыт. Только если ты сможешь посмотреть сквозь плохое и простить скуку. Я даю ей полностью необоснованную оценку. Можешь купить копию игры и дополнение в Стиме или Гоге. И если стик последовал моему совету, она, скорее всего, уже в продаже. Как всегда, еще больше контента в пути, оставайтесь на связи. Я, возможно, исчезну ненадолго, так как забыл, как выглядит мир снаружи. Слышал там довольно ярко. Теплая благодарность многим участникам гильдии торговцев, которые финансируют эти видео, несмотря на низкое количество какой бы то ни было реальной пользы. Вы все правда чудесные. Всего вам хорошего. Озвучено командой Жернидап. Если вы тут впервые, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на бубенчик. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!